Ну что, друзья мои, я вам говорила о том, что я попробую построить домик на 32 клеточки для 8 персонажей. Так вот, я решила попробовать. И сейчас вы увидите, что у меня получилось. Хеллоу, друзья мои, добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы продолжаем самую малость насиловать наш мозг. И сегодня я для вас построила дом на 32 клеточки для 8 персонажей. Да, здесь есть небольшой секретик, я вам сейчас все покажу, расскажу. Так что, друзья мои, не забывайте поддерживать ролик лайком. Ну а мы с вами, собственно, уже приступили к постройке. Итак, мы с вами строили уже домик на 100 клеточек, на 64 клеточки. И сейчас решили попробовать на 32. Я решила почитать, сколько же нам нужно с вами места. И места нам нужно гораздо больше, чем 32 клеточки, но можно кое-как тут выкрутиться. Сразу же перед началом этого видео я напоминаю, ребят, я вижу все ваши заявки. Но я физически не успеваю их все построить. Потому что под каждым видео я вижу вопросы. Даш, ты взялась уже за мой дом. Даш, когда ты построишь мой дом? Даш, когда ты выпустишь мое видео? Скоро. Скоро будут ваши постройки. Вот, например, вот эта постройка, она вроде бы очень короткая. Ну, вроде бы что тут строить? На 32 клеточки. Она у меня заняла 2 дня. 2 дня, Карл. Ну, как бы, первая часть 90% у меня заняла в первый день. И 10% во второй. Я вам объясню, почему 10% перекинулись на второй. Вообще, про эти 10% я вспомнила в третьем часу ночи. И как-то, вот знаете, вот вроде бы отличный дом. Я понимаю, что я кое-чего не достроила. Я совершенно забыла добавить ванную комнату. Ну, вы сейчас все это увидите, не переживайте. В общем, все постройки будут. По мере возможности, по мере количества времени, по мере всех наших прохождений, я стараюсь строить ваши домики. Поэтому, пожалуйста, во-первых, оставляйте заявки все-таки либо в ВК, либо в Инстаграме, либо же только под строительными роликами. Потому что, когда мне под Ведьмаком оставляют Даш, пожалуйста, построй для меня дом, я не буду рассматривать заявки. Есть 3 места, где вы можете остроить свои заявки. Давайте вот сократим. Я об этом, наверное, уже ролик 5-й говорю, или 6-й, или 10-й, я уже не помню какой. Но я буду рассматривать только такие заявки. Ну и, конечно же, терпение, ребят. Пожалуйста, немножко терпение, потому что у меня, наверное, уже домиков 200 висит в плане заявок. Ну, сразу скажу, что я отбрасываю заявки а-ля Даш, построй дом за 100 символионов. Ну, как бы, как построить дом за 100 символионов, если одна только стеночка у нас стоит 60 символионов? Нет, можно, конечно, палатку из колышков, можно, конечно, поэкспериментировать, но это будет как бы не дом. Это будет просто палаточка такая с навесом. Поэтому, пожалуйста, давайте все, вот, заявки в пределах разумного, скажем так, будем оставлять. Потому что я вам уже говорила, 100-этажный дом, дом за 100 символионов. Ну, это будет как-то странно. Ну, согласитесь, игра все-таки 74, она не рассчитана на бесконечное количество наших с вами фантазий. Поверьте, я бы тоже с удовольствием попробовала вот круглый дом построить, но пока что у нас круглых стен нет. Да, можно там немножко изловчиться и построить с помощью стеночек, которые у нас с мазкино появились, но все-таки это немножечко не то. Давайте я вам сейчас расскажу сначала про этот дом. Этот дом, к сожалению, ну как, к сожалению, вообще он рассчитан на 8 персонажей. Но здесь вы можете разместить 4 взрослых персонажа, например, мама, папа, взрослые детишки, например. Также для двух тодлеров и двух совсем-совсем малышей. К сожалению, большее количество кровати здесь не влезет. Вы можете поэкспериментировать, вы можете добавить, ну, как-то переставлять кровати, может быть, у вас получится. Тут no problem, тут просто надо играть уже с альтом и такими, вы знаете, по миллиметрику, по самому маленькому миллиметрику переставлять. Может быть, и по месяце. Скажу сразу, все функционирует. Я сюда подселила персонажа. Она все проверила. Везде спит, везде кушает, везде отдыхает, везде все работает. Так что дом абсолютно полностью функционален. Я его, как обычно, выложу в галерею. Главное, конечно же, мне не забыть, потому что у меня такое бывает, вы же понимаете. Ну и, конечно же, я сейчас хочу сделать маленький анонсик. Если вы внимательно дослушали до этого момента, как, кстати, было сотней детей. Ну, согласитесь, на 1 апреля получилось забавненько. Ну, согласитесь. Немножечко забавненько. Я знаю, что мы могли с вами немножечко перегнуть, но перегнуть это было бы, если бы я в самом конце добавила вот ту фразу после 30 секунды. Так вот. Значит, на выходных у нас, скорее всего, будет стрим. Но я очень надеюсь, что у меня будет время, потому что я понимаю, что у многих сейчас выходные, но у меня не всегда есть свободное время. Поэтому я очень надеюсь, что будет. Заглядывайте в сообщество. И мне предлагали тут, ребят, построить... Постройщика 18+, ночной клуб, детский сад для взрослых и так далее. Поэтому, возможно, будет именно вот такая вот 18+, постройка. Причем меня на нее вдохновили. Сразу же скажу, немножечко вдохновил. Ну, вы знаете, сериал Люцифер. Есть там очень классный ночной клуб у них. Но я сразу скажу, что мы не будем строить именно этот ночной клуб. Просто, может быть, возьмем какие-то детальки. Ну и плюс, я думаю, что это будет что-то типа... Верхний этаж у нас такой вот именно типа ночной клуб, а минус первый. Там уже как бы кое-что посерьезнее для взрослых дяденек и тетенек. Возможно, мы возьмем эту постройку. Я пока не знаю. Может быть, у кого-то есть какие-то интересные идейки по поводу этой постройки. Кидайте мне в Инстаграм. Может быть, вы что-то классное видели. И для вдохновения будет то, что нужно, как говорится. Так вот, в чем хитрость данной постройки? У нас с вами ограничение на 32 клеточки, правильно? Но как бы никто не запрещал выходить за эти 32 клеточки. Поэтому я решила на заднем дворике... У нас тут будет, кстати, вы видите, сейчас тут такой дворик будет. Причем я отталкивалась именно от этого дворика. Именно он меня вдохновил. Вообще, сначала я думала, что возле домика будет стоять трейлер, но... Потом я передумала. Сейчас вы увидите, на что я передумала. А кухню я решила разместить сзади. То есть, как бы сзади нашего домика, да, туда нет дверцы. Вы, в принципе, можете поэкспериментировать, вывести дверцу, если вам не нужна двуспальная кровать. Ну, то есть, тут вы отталкиваетесь от чего хотите. Что меня вдохновил? Меня вдохновили вот эти вот огромные телевизоры. Вот прям... Прям, я не знаю, я его сначала увидела возле этого маленького домика. Я решила, что должен быть такой телевизор. Можно сделать... То есть, если, допустим, у нас большая семья. Они, допустим, по вечерам собираются все возле этого телевизора и смотрят какие-то там фильмы, сериалы, разговаривают, общаются. Ну, то есть, мне почему-то вот так захотелось его разместить. Вот я его почему-то увидела, учитывая, что у нас, как бы, в этом домике нет гостиной как таковой. У нас, как бы, три спальни. Да, у детишек есть... У старших детей есть телевизор, но... Это просто телевизор. Как бы хочется всей семьей собраться. И я решила здесь разместить телевизор. Добавила различные подушечки, различные диванчики. И затем я вспомнила про очень классные навесы. Это, по-моему... Я не помню, откуда этот был навес, из какого каталога. Но, в общем, это неважно. Вы можете взять любой навес, можете сами придумать. Но я решила его добавить и соединить их в такую, скажем так, крышу. Что-то наподобие крыши. Вот так я вот два поставила рядышком. Очень сложно было их размещать так, чтобы у нас, как бы, и ножки не мешали, и смотрелось оно нормально. Но, в любом случае, мне очень понравилось это место. Но, может быть, оно, конечно, не доработано до конца. То есть, вы можете там еще потанцевать, как-то подвигать его. Но мне вот сама эта задумка, она мне первая пришла в голову, когда я начала строить этот домик. И что еще я вам хочу сказать. Вот я думаю, что самые внимательные уже обратили внимание, что я нигде не разместила туалет. И об этом туалете я вспомнила в 3 часа ночи. Я вот, знаете, думаю, так, отличный домик получился. Мне он нравится, все работает. Чего-то не хватает. И тут я понимаю, что я забыла ванную комнату добавить. И тут как бы стал вопрос, как и куда ее добавлять. Ее постройку я не показывала. Я вам покажу его, как он реализовался в итоге. Потому что у меня был бы, наверное, вопрос. Даш, а типа, где ванная? Это, конечно, круто. Им есть где спать. Есть где мыть руки. Хотя, в принципе, можно было бы добавить кусты. Вот эти. То есть, если совсем хочется такого вот, ну, типа симовского реализма. Можно было бы добавить кустики. Можно было бы добавить... А больше ничего и не надо добавлять. У нас есть раковина. Хочешь повысить гигиену, иди 10 тысяч раз помой руки, и все будет хорошо. Но в любом случае, я решила, что ладно, пусть будет ванная. И она получилась немножечко странной, возможно. Но, с другой стороны, если бы в реальной жизни ее такое сделали, то, может быть, ничего удивительного не было. Я еще решила добавить вот эти фонарики. Они прям мне очень нравятся. Вот как-то совсем, совсем я полюбила вот эти вот фонарики, вот эти лампочки. И мне кажется, что они очень уютно смотрятся в подобных домиках. То есть, у нас это дом не хай-тек, не какой-то там стиляжный. А вот просто такой вот, ну, трейлер. Я даже... Ну, это не трейлер. То есть, что-то такое вот... Я его разместила, получается, в трейлер-парке. Ну, посмотрите, как там уютно. Посмотрите, как классно смотрятся эти фонарики. Вот в отличие от остальных фонарей, которые у нас появились, такие здоровые, массивные. Вот эти прям... Ну, прям очень красивые. Прям очень, согласитесь. Тем более, что у них есть разных цветов. Желтые, синие и розовые. Ну, прям можно создать такую вот волшебную атмосферу. Конечно же, много различных растений. То есть, садик не очень ухоженный. Я не планировала где-то что-то прямо очень-очень ухоженное, стерильное. Что-то где-то проросло, где-то там заросли какие-то кактусы. Где-то пытались, конечно, создать более такие вот там альпийские горки. Но мы с вами переходим уже к домику. Смотрите, как тут красиво. Я не знаю, мне почему-то Стрэнджер Виль в принципе нравится. В плане функциональности такой себе городок, конечно. Мы с вами и так в беглецах там живем. Но вот так вот вообще он мне нравится. Значит, мы заходим, попадаем в первую комнату. Это может быть комната для родителей. Ну, тут нёшный пёсик. Есть музыкальный центр для повышения настроения. Ну, здесь, собственно, их кровать. Со всех сторон можно лечь в эту кровать. Всё работает. Здесь можно пройти. И это уже такая вот подростковая комната. Здесь у них есть телевизор, есть книжки, есть маленький шкафчик для одежды, зеркало, какие-то плакаты, фотографии. Всё тоже функционально. Ну, а это детское. Если у ваших персонажей есть два тоддлера, есть двое совсем малышей, то они без проблем здесь все поместятся. Ну, как бы восемь же персонажей. Малыши и тоддлеры, это же тоже персонажи. Вот восемь персонажей у нас и есть. Ну, и дальше мы с вами проходим. Вот тут наш этот... Ну, это не парк. Почему я его парк называю? В общем, дворик. Тут тоже можно сидеть, смотреть. Всё проверила. Всё работает. Здесь у нас большой телевизор, где они садятся, смотрят, отдыхают, общаются. Гриль есть. То есть, может быть, там глава семейства приготовит какой-нибудь хот-дог. Какие-нибудь там вкусняшки. Они сидят, кушают и смотрят что-нибудь интересненькое. Дальше мы с вами попадаем на кухоньку. Она под крышей. Она не считается как комната. И здесь вот сбоку висит место. Вместо, скажем так, двери висит вот такой вот плотная ткань висела. То есть, я решила использовать вместо двери вот такие вот тканешки. У нас тут есть свечки, четыре стула, потому что у нас четыре взрослых персонажа. Стульчики для тоддлеров я, в принципе, никогда не добавляю. Ну, иногда добавляю, иногда не добавляю. Ну, и это ванная комната. Она у нас сбоку. И здесь я тоже повесила вот такую вот тканюшку, которая у нас висит. И получается сверху у нас стеклянная такая вот крыша. Ну, а там как бы тканюшка, которая как бы может играть роль дверцы. Ну, и, конечно же, я вам показываю вид сверху. То есть, как выглядит этот домик. Как расположены комнаты. Как расположен садик. Вы можете детально посмотреть, какая у нас тут мебель. Где что находится. Как что я распределила. Ну, вот с ванной комнатой, знаете, я же обрадовалась, что я смогла ее так разместить. Потому что как-то было обидно бы без ванной комнаты строить такой домик. Домик мне понравился. Ну, вот согласитесь, было бы очень обидно. В любом случае, восемь персонажей здесь могут спокойно жить. Вы можете даже для себя попробовать челлендж. Выжить вот в таком вот домике. Прожить. Интересно, как оно все у вас получится. Ну что, 32 клеточки, восемь персонажей. Домик готов. Я это сделала. Друзья мои, надеюсь, вам понравился этот домик. Если хотите, заходите, скачивайте его в галерее. Я его залью. Постараюсь сразу же после того, как этот ролик выйдет. Но, может, чуть-чуть попозже. Оставляйте свои заявки в ВК или же здесь, или в Инстаграме. Ребят, как только я буду браться за вас в ваш домик, я вам сразу же напишу. То есть, если ваше сообщение не прочитано, просто немножко подождите, и все будет very good. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. Хорошего вам настроения. Берегите себя. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok